Всем привет! С вами Крым глазами местных! Сегодня наш будет ролик из Ялты. Сезон начинается, уже тепло, водичка тоже прогрелась. Посмотрите, сколько людей купается. Ходят прогулочные катера, даже яхты вон швартуются. Красота! Ну, сегодня будет ролик не про море, не про горы. Сегодня будет исторический выпуск. Вы, наверное, давно его ждали. Все знают Катю Солнце, местный гид-экскурсовод, бывший работник Ливадийского дворца. У нас есть много роликов, уже, наверное, 7 или 8 выпусков по исторической Ялте. Ну и сегодня мы продолжаем. Скажу тебе по секрету, ну ты, наверное, знаешь, нам постоянно пишут, где же наша Катенька, когда же будет выпуск, когда мы с тобой последний раз, год назад, наверное, снимали. Я вот сама думала, когда мы с тобой последний раз снимали. Да даже больше. Мне кажется, больше года. И, ну, главный вопрос, давайте начнем с того, где тебя сейчас найти. Во всех социальных сетях по-прежнему я все веду, с трудом иногда успеваю, но стараюсь в Телеграм каждый день, вот сейчас такой классный, красивый, теплый сезон, цветущий, в Телеге все время выкладывать. В ВК заходите, ссылки прикрепишь, да. Обязательно. Ну и мы начинаем. Ну что, друзья, мы сегодня прогуляемся по главному курортному парку Ялты. Это Приморский парк имени Гагарина. И начинаем мы у памятника Максиму Горькому. Здесь фактически этот парк начинался, начиналось его формирование, и здесь оно завершилось. У меня сразу к вам вопрос. На экскурсиях мы говорим о дореволюционных объектах, показах, показах о том, что парки, усадьбы в основном были заложены дореволюции, да, там, в конце 19 века был построен дом, усадьба, дом, усадьба. И вот так, что был большой городской парк, такого в дореволюционное время не было. И вот этот парк – это образец уже советского ландшафта, послевоенного. Он появится только после Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему этот парк не появился в Ялте в период ее расцвета архитектурного на рубеже 19-20 веков? Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, потому что здесь, наверное, нельзя было строить, и был оползневой участок. Ну, да, практически верно. Действительно, такая овражистая местность, и называлась она в народе, да и официально, чукурлар. Чукурлар? Чукурлар, да. Это ямы в переводе с крымско-татарского, с тюркского. Овражистая местность с ямами, строить неудобно. Здесь были какие-то небольшие городские дачи, которые потом сползали во время оползней. А оползни были в 1906, 1907, 1908. И так подряд несколько оползней. Поэтому обустраивать парк достаточно сложно было. После Великой Отечественной войны у нас уже появились другие технологии. И здесь основательно укрепили скалу, заложили ростверк такой свайный. Ну, я думаю, что строители больше поймут, чем я. В общем, ростверк, который держит сегодня Приморский парк. И он заложен в центральной аллее, по которой мы будем идти и знакомиться с тем, как создавался парк ялтинцами в советское время после Великой Отечественной войны. И назначена была дата открытия этого парка на 1947 год. А это тяжелое время. Это было самое голодное время, послевоенное, тяжелый год. И нужно было быстро открыть парк. Выходили на субботники, воскресники. За один день выходило до 800 человек. Для того, чтобы разровнять эту местность, привозили сюда автомобилями, техникой. Завозили, разравнивали землю. Но, конечно, не успели. К 1 мая 1947 года такой объем парк по окончанию был 21 гектар. И его закончили только в 1955 году нижней террасой, к которой мы будем двигаться. А в 1956 вот этот памятник, у которого мы начинали, поставили. И вы, наверное, обратили внимание, как там торжественно. Там три таких марша лестничных. Памятник Горькому. 30 апреля 1956 года был открыт памятник Максиму Горькому. И это у нас парадный вход сегодня в Приморский парк. Благодаря архитектору Петру Старикову он решил так празднично, парадно оформить центральный вход в Приморский парк. Ну что, друзья, у меня к вам очередной вопрос. И к Славе. Когда вы заходили в Приморский парк, обращали ли вы внимание на декрет Ленина о передаче Крыма трудящимся? Слава, ты обращал внимание на него? Честно говоря, никогда не обращал внимания. А вот он здесь стоит с 1951 года. Наши советские архитекторы Стариков и Хотелов установили этот декрет Ленина, такую мемориальную, мраморную, скорее всего, плиту у входа в Приморский парк, как символ того, что в советские годы Ялта стала курортом для трудящихся. И если вспомним, то декрет Ленина о передаче Крыма трудящимся – это первый документ советского периода, связанный с нашим полуостровом. Вот он встречает всех отдыхающих, а отдыхающие не всегда обращают внимание на него. 1951 год. Да, напишите в комментариях, обращали вы когда-нибудь внимание на декрет Ленина? Кстати, эта экскурсия у Кати эксклюзивная, она очень редко проводит и включает в эту экскурсию гастрономию. Да, она такая редкая довольно по запросу, и последний раз я проводила здесь больше года назад экскурсию в рамках Ялты гастрономической. То есть мы идем по набережной, потом по Приморскому парку, и я рассказываю о традициях кухни Ялты с 19 века по наши дни. Там про всякие чебуреки, шашлыки, пирожные у верне. А сегодня будет? А сегодня жарко очень на набережной, поэтому мы по парку гуляем. Ребята, обязательно закажите эту экскурсию, чтобы еще и вкусно поесть с историей. Да, я знаю вкусные места, все время испытываю на своем желудке. Ну а через 10 лет после того, как в парке появился декрет, он был переименован в 1961 году в честь кого? В честь Максима Горького? Нет, Юрия Гагарина. А, тюк. Максим Горький у нас стоит при входе. Памятника Гагарину здесь нет. Почему? Но парк имени Гагарина. Вот почему-то упустили этот момент, как-то не успели поставить. Хотя здесь много памятников. Вот мы Горького посмотрели, а потом будет памятник Чехову, различные колоннады красивые. А вот это центральная аллея парка, в основу которой был заложен этот свайный ростверк. И он сегодня держит парк, предотвращает все оползневые явления. Такой антисейсмический ростверк. Но, несмотря на то, что территория оползневая была, ямы, чакурлар, после войны ее привели в порядок, разровняли, сделали террасирование. Общая площадь парка составила в 1955 году 21 гектар. Ну, я думаю, что вы догадываетесь, сейчас парк меньше, потому что постройки появились. В 90-е годы здесь начинается строительство активно в 2000-е. Я вспомню, что здесь еще был ночной клуб «Шато» в годы моего студенчества. Да и вообще, Приморский парк, он такой был тусовочный парк в 2000-е годы. Но потом постепенно появляются высотные здания. И это уже не тусовочный парк, а элитный жилой район. Ну, я думаю, Слава, ты знаешь, что здесь самые дорогие квартиры, да, у нас в Ялте? Да. Именно в этом районе? Да, да. Ну, архитекторы говорят, что все вот эти меры, которые были предприняты против оползня, они позволяют строить такие здания. Будем надеяться, что все здесь будет спокойно, хорошо. И наши технологии нас обезопасят от таких ситуаций. А я хочу, кстати, подожди, показать себе оползень чекурларский. У меня есть уникальная фотография, я ее в социальных сетях не видела. Уникальная фотография не с купальниками. Вот, смотри, 1960 год, оползень активировался. Это в районе монумента Горького. И еще одна фото. Это вот аллея, по которой мы только что прошли. Очень интересно. Да, то есть... Это не 1927 год, это 1960? Нет, это послевоенное время. Кстати, что ты думаешь о землетрясении в Ялте? Прошло уже почти 100 лет. Прошло уже... Я же это испугалась. С последнего землетрясения. Ну, вообще считается, что такие прям разрушительные бывают раз в 600 лет, по-моему. В 15 веке в Ялте было такое прям сильное землетрясение, когда люди отсюда ушли. Отлегло. Да. Ну, будем надеяться, что если вдруг и что-то будет, то это один-два балла, которые мы не почувствуем. В Фриморском парке сегодня много ультрасовременных зданий ЖК. Но один маленький домик тут сохранился, притаился с 1950-х годов. Это наш ялтинский тир. И, по-моему, он в Ялте такой один. Прям старенький, в этом здании. А до Сафа, полу государственный, муниципальный, официальный, здесь можно было пострелять. В 50-е годы он здесь появился. И в 50-е, кстати, рядышком появилась изба Читальня. Вот такая изба Читальня стояла на месте ЖК Лотос. Ну, и ЖК Лотос за мной. Вот этого огромного. Да. Я еще помню, что в 2000-е годы, когда я переехала в Ялту, тут был ночной клуб «Серебряная подкова». И потом уже вместо него появился ЖК. Туда чуть дальше был клуб «Бастион». Но я там не была. А в советские годы курзал. Танцевальная площадка для молодежи, для тех, кто постарше. И еще было несколько заведений общепита. Ресторан «Прибой» на берегу моря. И вот реклама его с зимним залом, террасой, летними площадками. Что интересно, вечерами играет оркестр. Вот так все было цивильно. 50-е годы. А в нашем прошлом ролике мы были на пляже, и потом в Масановский дворец ездили. Там как раз был оркестр. Лавандовое поле, лавандовая рапсодия. Да, да, да. Это филармония, наверное, наша выступала, да? Наверное. Они же там проводят эти лавандовые фестивали, открытия. Здорово. Кто не видел этот ролик, сейчас будут подсказки сверху. Когда в 1947 году здесь планируют открытие парка, в первую очередь высаживают кусты роз, клумбы, цветы, потом уже деревья завозят. И в 1948 году Приморского парка коснулась цитрусовая лихорадка. Цитрусовая эпопея. Во всей стране высаживали лимоны, эвкалипты. И в этом парке тоже было высажено определенное количество кустов. Но наш климат, суп средиземноморский, он немножко другой. Не похож на кавказское побережье. И все эти цитрусы, они просто не прижились. И сегодня мы видим аллею, которая усажена пальмами китайскими. Они в Ялте себя хорошо чувствуют, благодаря своей теплой шубке. Вот эта шубка позволяет выжать в пальме в нашу ялтинскую зиму, относительно холодную. И кипарисы тоже выживают как могут, цветут два месяца вместо одного. Установлен был бювет, но бювет, мне кажется, это уже 2000-х годы после реконструкции. Питьевой, с такой пахучей водой на любителя. Сероводородный. А вот памятник Антону Павловичу Чехову, красивый такой, но мне нравится. Он появился в 50-е годы, 1954, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрю, уточню дату. На открытии этого памятника присутствовала сестра писателя Мария Павловна Чехова. А, 1953 год. Такая фотография находится в фондах Чеховского музея. Можно посмотреть в госкаталоге РФ. Это Мария Павловна и председатель Ялтинского исполкома. Немножко изменился у меня образ. Приближается полдень, жарко, а я вам показываю картинку с Георгием Матавиловым, лауреатом Сталинской премии. В частности, он оформил барельеф на станции метро Калужска в Москве. И он взялся за работу над памятником Чехову. Совместно с Поляковым, архитектором, который застраивал послевоенный Севастополь. Чехов сидит здесь, глядя на море. У него в руках записная книжечка небольшая. Он созерцает. В его позе отражается его характер, его настроение. Можно очень долго анализировать этот памятник. На открытии памятника присутствовали помимо Марии Павловны еще Ольга Леонардовна Книпер-Чехова и наша Ялтинка, музейный работник Алла Васильевна Ханила. Ее воспоминания можно почитать. Она интересно описывает и этот момент. И вот с 1953 года здесь такой красивый портер, фонтан уже более современный. А рядышком, забыла вам еще показать, находится один из входов в Приморский парк. Приморский парк прекрасен тем, что это не только деревья, это еще и много интересных малых архитектурных форм. И давайте хотя бы одним глазком посмотрим на колоннаду 1955 года. Вот здания ресторанов, они не сохранились. Мы увидели маленький тир. А вот эти колоннады, входы, еще сохранились после реставрации. Давайте посмотрим на колоннаду со стороны улицы Комунаров. Входов было несколько. Вот вход с оленем не сохранился. Я, кстати, покажу вам, где был олень и какой был олень. Ну что, мы преодолели небольшой подъем и оказались у входа в парк со стороны Комунаров 1955 года. Эту колоннаду установил известный советский архитектор Хотелов, который вместе со Стариковым ранее внизу установил декрет Ленина передачи Кроме Трудящимся в 1951 году. Ты имеешь в виду вот эту колоннаду, которая на Комунаров, да? Да, да. Так пойдем к ней поднимемся. Ну давайте, да, с другой стороны посмотрим на нее. Ребята, посмотрите, какой красивый вокруг пейзаж и колоннада потрясающая. Сталинский ампир. А у нас в стране ампир был в моде дважды. После победы в Отечественной войне 12-го года и после победы в Великой Отечественной войне. И вот смотрите, наверху сохранились эти коринфские ордера, лепные детали. У нас недавно проходила реконструкция и внизу сделали ресторан. Но сейчас, по-моему, он не работает. Мы проходили мимо. Зато рядом с колоннадой работает парковка. 1955 год. А мы находимся уже у района Чайная горка. Там наверху дачи русской аристократии. А внизу оползневой был Чукурлар. И здесь несколько дач даже ниже колоннады сползали в море. Мы спускаемся по торжественному лестничному маршу от колоннады со стороны коммунаров в Приморский парк. Реконструкция этого входа в парк была проведена в 2012 году. Ну что, мы находимся с вами возле входа на территорию отеля Левант. Тут реконструкция прошла в 2002 году. Но еще в советские годы здесь был такой пансион «Сон у моря». Люди спали на свежем воздухе и днем, и ночью оздоравливались. Ведь считается, что воздух фитонцидный оздоравливает наши легкие именно во время глубокого дыхания. Во сне или при интенсивной ходьбе. Как у нас сегодня со Славой по Приморскому парку. Несмотря на то, что он относительно все-таки ровный. Вот. И отель Левант многие старожилы территорию отеля называют до сих пор, может быть, но в советские годы точно, Желтышевским пляжем. Потому что здесь была дача купца Желтышева поморского. У него она сползла в море после оползня. Но вот название Желтышевский пляж, оно закрепилось еще долго в советские годы. В районе этого Желтышевского пляжа, современного Приморского парка были сделаны вот такие советские фотографии с нашими отдыхающими. В 70-е, 80-е годы Ялта была на пике популярности. И нужно было приходить в 5 утра наверняка, чтобы занять место под солнцем, расположиться на Приморском пляже, в отеле, в этом пансионе Сону моря, арендовать какой-нибудь лежак или на Массандровском пляже. Это же наши ближайшие городские пляжи, Приморский и Массандровский, они всегда заняты. В 1955 году завершилось формирование парка, и здесь долгое время не строили. Были какие-то такие легкие постройки, курзал, летние кафе, и вероятно, что на месте этого отеля стояло кафе Лето. А в 1997 появился спа-отель, который мы видим, он недавно прошел реконструкцию, и вот этот отель самый первый в Приморском парке, ну не считая Леванта, который был сон у моря. Ну и сегодня здесь тоже ресторан, называется он Фабрикант. Такое уютное место, музыкальный фонтан мы видим. Наконец-то он работает, мы все никак не попадали на него, работает. А, я уже несколько раз застала, потому что я тут тренируюсь рядом, и по утрам после тренировки наслаждаюсь фонтаном. У нас тренировки проходят в этом здании в Сайгоне, в ЖК Парусе. И там зал спортивный рядом с кондитерским цехом фабриканта. И ты каждый раз утром потренируешься и чувствуешь аромат булочек, вот такое искушение появляется. Ну тут говорят, что готовят очень хорошо, и своя биловарня у них. Очень красиво, ярко, солнечно, все так по-южному. Картины Ренуара, репродукции, Клод Моне, Дега. А, тут вот обстановка такая импрессионистская, внутри стиль русской ривьеры, у них интерьеры начала 20 века. Красивая, яркая, творческая эпоха. Мне кажется, что на Ялте очень идет. Находится спа-отель у такой конструкции архитектурного решения. Это бассейн Черного и Азовского морей. Нужно было сделать какой-то переход красивый между той частью парка, по которой мы уже прошлись, и нижним партером с розами многочисленными. Сегодня роз более-менее много здесь возле бассейна. А тогда, в 50-е годы, огромное количество роз произрастало внизу. И там был питомник Ялта Курзеленстроя. А здесь наши архитекторы, Зиновий Перемиловский, в частности, который проектировал мор-вокзал, выставочный дом музея Чехова, дом музея Бирюкова. Вот Перемиловский делал проект этого бассейна. Ну, недавно здесь появился мост Крымский, как вы видите, его ранее, конечно, не было. И возле красивого бассейна располагается снова колоннада. Мы видели с вами более роскошную колоннаду со стороны коммунаров. Здесь со стороны моря Левтина Барсукова делает колоннаду с коннилированными колоннами. И вверху дорический ордер. Вот классика жанра. Друзья, хочу еще обратить ваше внимание, у бассейна стоит потрясающей красоты сосна. Это сосна Пинния, родом из Италии. И она у нас в Ялте себя хорошо чувствует. Кипарисы. А за растительностью буйной находятся уже современные ЖК. С левой стороны высокая такая свечка. Это ЖК Зазеркалье. И, насколько я понимаю, я еще тогда не жила в Ялте, ранее там находился бастион, а в советские годы курзал, такой летний кинотеатр. И там проходили танцы, такие всякие увеселительные мероприятия. А строительство парка завершилось устройством вот этого нижнего портера в 1955 году. Именно тогда площадь Приморского составила 21 гектар. В нижнем портере высаживали розы. И так в 1954 году местная газета писала о том, что в Приморском парке высажено 8 тысяч кустов роз. Благодаря опытным садовникам, Новичкову, Давиденко, здесь были выведены сорта олейных роз, даже штамбовые, это те, которые стоят у нас на толстой подножке, как у Массандровского дворца. И Алексей Новичков, советский садовод, ходил в лес, находил там определенные сорта шиповника, вывозил культурные розы и высаживал здесь, на территории этого нижнего портера. И это был самый большой питомник Ялта Курзеленстроя, повторюсь, в советские годы. Отсюда розы потом распространяли по всем паркам Ялты. Представляете, какой аромат стоял в нижнем портере Приморского парка имени Гагарина. Кстати, здесь недавно обновили фонтан, но он так и не работает, да? Ты видела, когда-нибудь он работает? Ну, он периодически работает, все-таки вода есть. Реконструкция, да, была буквально там несколько лет назад. Эту лестницу обновили, витую двухмаршевую парадную. И там уже Приморский парк завершается у нас. А мы посмотрим напоследок еще один вход. Я вам покажу, где стоял олень. Парк прогулочный, да, цветущий. Здесь можно и покушать, и в спа сходить, ну, и снять не совсем дешевые апартаменты. Ну, и как раз мы находимся в той части, где показывали вот нижний партер, только что Катя рассказывала. И оттуда уже можно пройти до Ливадии, до пляжа Дельфин. Недавно его отреконструировали. Мы, кстати, показывали. Я сейчас тоже этот ролик оставлю в подсказке сверху и в описании тоже закину под этим роликом. Посмотрите, как его сделали. Я вообще любила ходить часто из Ливадии, когда во дворце работала. После работы спускалась по парку вниз к морю, и потом вдоль моря доходила до Приморского, потом проходила всю набережную, и до дома пешком вот так доходила. Можно прогуливаться. Кстати, наверху еще остатки розы фортунианы беленькой цветут. Вот они в мае начали цвести. Розы цветут у нас уже давно, и тут зацветает гортензия. Это всегда очень красиво. Июнь-месяц. Ловите момент, потому что в парках ЮБК вот такая красота. Очень красивые гортензии есть возле Юсуповского дворца. В завершении нашей прогулки мы подошли к месту недалеко от ЖК Парус и клуба Сайгон. Я хочу вам показать такое местечко секретное, мало кто знает. А я определила, что именно здесь находился памятник оленю. В 1955 году, когда завершилось формирование парка нижним портером, здесь установили еще один вход. И его увенчали такой скульптурой оленя, созерцающего Ялтинскую бухту. Но посмотрите, как наш Ялтинский парк разросся с тех пор, с 50-х годов. Почти 70 лет прошло, даже больше. И он уже такой зеленый, едва-едва видно море, Ялту. Но оленя не видно, к сожалению. Может быть, вы знаете, куда пропал олень? Да, кстати, расскажите, кто в курсе. Куда делся наш олень? Вот, так грустненько завершается экскурсия, куда делся олень. Украли оленя, верните оленя на место. Может, он в Форосском парке, кто знает. Напишите, местные, стояжилы. А на этой ноте мы заканчиваем эту экскурсию. С Катей вы немножечко дольше, конечно же, погуляйте. Немножко больше картинок посмотрите. И немножко больше информации узнаете. Кто хочет заказать экскурсию, пожалуйста, Катя, в Телеграм, ВКонтакте. Индивидуально, на групповые я анонсирую во всех соцсетях. Так что любые варианты, пока у нас лето, можно сходить. И я стараюсь максимально комфортно сделать прогулки для гостей и жителей курорта. Ну, а вы были на канале Крым глазами местных вместе сегодня с Екатериной Солнце. Всем пока, до новых встреч в интернете. Пока!